Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Марина и сегодняшнее видео я хочу посвятить тегу иммигранта. Если вам такого рода видео интересно, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Первые сильные чувства и эмоции, ассоциации, возникающие в твоей голове при первом выходе в город. Рассказывать я сегодня буду на основе города Цюрих, потому что я ездила в Цюрих практически три года на работу, и он мне стал уже очень-очень родным, хотя я не живу в нём, но я хорошо его очень знаю. Когда я первый раз была в Цюрихе, я была там одна, мне надо было купить платье на свадьбу одной родственницы здесь в Швейцарии, и я тогда была у ещё будущего мужа в гостях, и он был на работе, он мне сказал, почему тебе не поехать в Цюрих самой, не погулять и не выбрать платье там. И я распечатала себе листик со всеми остановками, которыми надо проехать на поезде, где выходить, куда ехать, он мне билет купил. И, в общем-то, приезжаю я в Цюрих, выход на Хаупбанхоф, главный вокзал в Цюрихе, и теряюсь. Я не могла найти выход очень долго оттуда, потому что именно мой поезд приезжает на минус второй этаж, и, в общем-то, оттуда мне было тяжело добраться на выход. А потом я долго не могла понять, в какую сторону мне надо идти, чтобы попасть на Банхофстрассе, на главную улицу в Цюрихе. Я звонила мужу, он мне объяснял, как пройти к памятнику, где, куда, что. И вот, когда я наконец-то вышла туда, я поняла, вот она Европа. До этого я была в Америке два раза, в Нью-Йорке, и не есть с чем сравнивать, но вот Европа это что-то абсолютно другое. Во-первых, поражает чистота улиц. При всем том, что сколько проходит по Банхофстрассе каждый день, проходят толпы туристов, Цюрих остается очень чистым. Это один из самых знаменитых швейцарских городов, бизнес-центр, можно сказать. И в то же время, ты, как бы, с одной стороны, готовишься к огромным высоким зданиям, да, офисным, но там этого не найдешь практически. То есть, именно если гуляешь по Банхофстрассе или забредешь в старый город, то все домики маленькие, все такое милое, старенькое, европейское, такое все очень ухоженное, все такое домашнее, я не знаю, вот такое чувство, что ничего и не поменялось за последние, там, 500 лет в Швейцарии. Нелепые стереотипы, которые ты слышала в своей нации от местных. Так как в Швейцарии особо люди не различают украинцев, русских, белорусов, нас всех считают за славян, за русских, поэтому я буду тоже таким образом и вести повествование. В Швейцарии считается, что русские много пьют. По сути, я уже живу в Швейцарии 6 лет, и я вам могу сказать, что швейцарцы пьют, бывает, и побольше наших, просто они пьют больше вино. А еще один стереотип, опять же, не очень хороший стереотип, это о наших девушках и женщинах, то, что они часто лепкодоступны. Откуда растут ноги у этого стереотипа, я вам сказать точно не могу, но такое имеется. Что до сих пор ты не смог принять в традициях или поведении местных? Я уже рассказывала об этом в одном из своих видео, то, как они сморкаются. Вот такое впечатление, что швейцарский паспорт не дадут, если ты не умеешь так сморкаться, таким трубным, протяженным звуком. Мне кажется, швейцарцы швейцарцев за границей даже узнают по этому звуку. Как скоро впервые ты почувствовал себя не чужаком на новом месте? Более или менее комфортно? Я точно вам не могу сказать дату, но это произошло приблизительно одновременно с тем, как я сдала экзамен на уровень B2-9 и нашла работу в офисе. Вот в какой-то момент я почувствовала себя на своем месте. Я начала понимать швейцарский диалект, начала читать газеты на немецком языке. У меня пошел прогресс в общении с соседями, со знакомыми швейцарцами, с родственниками швейцарцами. И вот в такой момент я поняла, что жизнь не такая уж и тяжелая в Швейцарии, если тебя швейцарцы уже приняли в свой круг. От этого, кстати, очень многое зависит. Не всем легко попасть в это закрытое швейцарское общество. Я знаю истории, когда приезжают сюда целые семьи. Немцы, например, живут 5-6-7 лет и уезжают обратно в Германию, потому что они не могут здесь прижиться. Помимо того, что цены очень высокие на все, и когда люди приезжают за заработком сюда, они думают, что они будут много зарабатывать, но получается так, что они очень много тратят. Поэтому выгоды этой и не видно в итоге. Плюс очень тяжело обзавестись швейцарскими друзьями. Что бы ты никогда не сделал посреди центра твоего города, что считается экстра неприемлемым. Мне кажется, в Цюрихе вы вообще никого ничем не удивите. В одном белье нижнем, если будешь идти по улице, то люди будут на тебя так посматривать, но без особого, сказала бы я, интереса, наверное. Вот именно к туристам отношение здесь вежливое и очень такое доброе, я бы сказала. Но это не относится к тем иностранцам, которые поселили Швейцарии. Вот они на своей шкуре прочувствуют всю вот эту неприязнь швейцарцев к иностранцам. Что абсолютно нормально для местных и непонятно или странно на твоей родине? Вот это вот сморкание, мне кажется, оно неприемлемо, потому что здесь сморкаются и за столом, и да везде. Это не является ничем таким экстра. Швейцарцы очень любят все заранее планировать. Если вы хотите спонтанно швейцарцев пригласить в гости, у вас это не получится. То есть надо заранее, чуть ли не за две недели, чуть ли не за месяц, а то и более созвониться, встретиться, договориться, что вот такого-то числа, в такое-то время мы ждем вас в гости, а есть ли у вас время, ой, а в этот день у вас там то-то, а давайте тогда в другой. И вот эти вот какие-то между собойчики затеваются чуть ли не за полгода до самой даты. Приведи пример забавной истории с местными, вызванной недопониманием или трудностями перевода. Вот так вот сразу в голову мне ничего не приходит, но есть одно словосочетание, которое поначалу ухо режет страшно. Это фраза, которая на русский переводится до сих пор, а по-немецки она звучит «bis jetzt». И когда это произносится быстро в одном предложении рядом, то аналогии в голове появляются конкретные очень. 9 утра – обычный будний день. Как живет твой город в этот момент? Что мы можем увидеть, выйдя на главную улицу города в это время? Обычно в 9 утра в Цюрихе уже улицы полны только туристами, потому что основной контингент уже в офисах и на рабочих местах. И так как рабочее время это где-то с 8, и в некоторых местах с 9, то да, в 9 уже практически только туристы, а то и вообще практически пустые улицы. Магазины только-только открылись. Если это будний день, действительно, это лучшее время, наверное, для туристов приезжать в город и посещать магазины, потому что часов в 12, в час начинается ланч, и тогда все, кто работают в банках, в офисах, в таких международных компаниях, в которых находится главный офис в Цюрихе, они выходят в поисках еды на Банковштрассе, и тогда ни в одном ресторане, ни в одном забегаловке не протолкнутся. Какие ожидания ты вкладывала в новую страну при эмиграции? Оправдались ли твои надежды? Приехала я в Швейцарию с розовыми очками. Мне казалось, что меня тут все ждут, и работу мне тут найти будет вот так вот легко. Но много времени я потратила на изучение немецкого языка и на возможность понять швейцарский диалект. Очень много времени я потратила на поиски работы, и которую я находила в итоге, было не совсем то, что я хотела. Да, и до сих пор вопрос с работой остается открытым для меня. Сейчас я нахожусь в декрете, но в ближайшее время мне придется идти, скорее всего, переучиваться, потому что учитель английского языка из меня для Швейцарии никакой. У него не хватает англичан, у которых английский язык идеальный. Многие люди мне пишут и спрашивают, как найти работу в Швейцарии. Будучи в России, я вам скажу, что те, кто живут в Швейцарии, не могут найти нормально работу по полгода. Ну, конечно, первопричиной приезда в Швейцарию было замужество и создание семьи с моим молодым человеком. Поэтому я скажу, что надежды мои оправдались. У нас на данный момент все хорошо, у нас два малыша. И в целом я скажу, что не зря я приехала в Швейцарию. Готов ли ты остаться проживать в этом городе-стране или планируешь изменить место жительства? Если да, то по каким причинам? Ну, в Цюрихе я не живу. Сейчас я живу в городишке Рюти. В планах рассматривается переезд в город поближе к Цюриху. Мы раньше жили намного ближе к Цюриху, но потом переехали сюда. И вот сейчас мы тоже рассматриваем вариант переехать бы куда-то поближе к Цюриху. Но из страны особо уезжать не хочется. А если, как мой муж говорит, и поехать куда-то, то буквально по рабочему контракту на год-два, там, например, в Америку, или в Австралию, или в Новую Зеландию, или в Дубае, например. Надеюсь, что вам такого рода видео интересно было. И те, кто еще не снимали, и у кого появилось желание снять по тегу видео, Вилькомен, пожалуйста, оставляйте ссылки под этим видео, я пройду, посмотрю обязательно. И я вам желаю всего самого хорошего, не болейте, пока-пока!